Ну чё, братан, идём на зачёт по физике? Чё, я одним местом, мне конец, и я не получу зачёт по этому предмету никогда в этой жизни. Ну не знаю, мне однокурсницы рассказали, что преподша нормальная и валить никого не собирается. И даже если ты не знаешь физику, зачёт тебе поставят. Надеюсь на это. Здравия желаем, товарищ преподаватель. Добрый день, девочки. Присаживайтесь на свободные места. Девочки. Не обращай внимания, просто давай пойдём и сядем. Сейчас, секунду. Ты что-то хотела? Да, ну в общем тут такое дело. Я совсем не знаю предмет, но хотелось бы получить зачёт. Не переживай, я всем девочкам автоматом зачёт ставлю. Но я не девочка, я вполне нормальный парень. Но я тоже хочу зачёт, понимаете? Ага, вот оно как. Но в таком случае тебя спасут только знания предмета. Смирись с незачётом, если не знаешь физику, и не можешь изобрести хотя бы вечный двигатель. Может, мои деньги как-то улучшат мою ситуацию? Ты что, щенок, предлагаешь мне взятку? Ну всё, не надейся теперь на зачёт. У меня вообще-то есть принципы. Но не думай, что теперь ты можешь спокойно сидеть и ничего не делать. Если ты сейчас за эту пару не разработаешь формулу вечной жизни, я поставлю тебе не просто незачёт, а незачёт без возможности пересдачи. Всё очень плохо. Стану с ревнаторой, прикажу казнить её. Так... За эту пару ты абсолютно ничего не сделал? Нет, я тупой. Ты же сама знаешь. Но у меня есть идея. Ну показывай. Что ты сделал? Совершенно ничего. Но зачёт вы мне всё равно поставите. Поставьте зачёт, пожалуйста. Статья 119, чел. А если ты сейчас не одумаешься, то за этим ещё может последовать 105-е. Зря вы так заморачивались. Я вот ничего не сделал, а зачёт получил. Я видела. Это правда так. Просто... Современные проблемы требуют современных решений. И вы тоже легко можете получать зачёт автоматом. Автоматом Калашникова? Продолжение следует...